вот теперь понятно что это за махина красавчик вот это да еще на одну горошинку но спортивная рыбалка поцелуй карпа ароматного кофе это неповторимые ощущения ребята что здесь можно ставить сети первого нельзя выпускать выпускаю пускай покажи свое довольное лицо наши ребята в обе сообществе писали мол типа вы смотрите едете на три дня берите еды там на неделю короче всех и каждый взял на пятерых на неделю говорите все для клево это клево скидочка 10 процентов без проблем ребят друзьям и сделал такой поводок с 8 оснасткой на три горошины надеюсь что какой-нибудь трофейный карп на него клюнет возьми пацак так 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 спокойно спокойно давай давай коля не спеши ну вот он ну вот он серёжка благодаря тебе что ассистирован я второй после тебя да на крючке горох был да да и макуха гороховая и макуха гороховая и на крючке горох а горох какой горох с ведра который классический отлично ну вот уже у нас двое уже суловом это уже хорошо течение очень сильная поэтому я думаю что прикормку нужно делать немножко тяжелую тяжеловатый чтобы во-первых глубина большая чтобы она хотя бы приземлилась приводнилась скажем так до дна сейчас немножко напьется и потом еще давай молить все вот такая тут у тебя тяжелая такая и клей-клей тяжелая прикормочка до запах какой для понюхать ну такой торт какой-то наполеон десерт на ночь привязывал удилища чтобы не унесло биосферный заповедник да ребята сетка ловит рыбу не хочу сказать что наверняка и мы тут немного нарушаем стоя здесь там с двумя удилищами да но количество вреда конечно кто приносится биосферным заповеднику с точки зрения сеточников конечно тут в разы больше вот сеточники все ближе и ближе вот так вот собираются эти заповедники биосферным ребята что здесь можно ставить сети но что-то ставить да и связи нет нихера блин никому нет дела печально печально конечно ситуация друзья так как здесь очень сильное течение я вот кормушку в 90 грамм переоборудовал сделал ее чуть-чуть тяжелее поставил сюда грузило такое тонкое свинцовое и скрепил стяжками тем самым поставил его на грунтозацеп вы поняли надеюсь что в таком варианте она будет работать серёжка ну расскажи мне по поводу нашего завтрака я как человек который в первую рыбу поймал и вроде бы на сегодня уже закинчив с рыбалкой и занимаюсь сегодня кухней на завтрак у нас сегодня детские сосиски пожаренные с яичками и легкий салатик помидоры лук сливочный маль все пока просто надо деда будем думать ну-ка так здесь у нас жарится завтрак а здесь у нас кипит горох тут завтрак для нас а здесь завтрак для рыбы уже обед для рыбы будет нам рыбацкий завтрак помню чтоб сюрпреза не оплывать в яичках не было ну вот такая красота сейчас еще добавим сольчика перчика для подачи зеленушки и будет нас вкористать Валентин главный по гороху что не переварился все нормально а? дойдет наверно отлично так Сережка сегодня главный по завтраку пошел на меня что там Сережка а? такой малыш давай иди за мамочкой опа всем желаю такого будете потом таких ловить будете мелких выпускать вот я в прошлый раз три десятка таких поймал вот сегодня мне Дунаю благодарил вот такие вот пусть растут Серега приготовил завтрак шикарно приятного аппетита всем у нас сегодня еще и отбивные и рис и картошечка нет картошки нету брынзочка к чаю печенье да к чаю печенье сырочек короче у нас еще много много всего есть сегодня текут пора кушать прятать смотри друзья вы тоже присоединяйтесь давайте тоже себе что то накладывайте прихожу ты будешь вот кричать вытянь это мне на посадка там атаку они в том дело сейчас бы все сорвались мая и у на берег вот так потяну ты понял тут же У нас пока по рыбалке распрощение есть и Серёжа, и Николай, да? И Коля, два. Не, я один, второй, один. Ну, да. Пока самый результативный. И всё на макушатник, правильно? Всё на макушатник, да. Я пока не хочу ставить макушатник. Постали его за 15 минут до выезда. Хочу всё-таки найти к нему ключик по прикормке, по насадке, чтобы посмотреть на что всё-таки... По спортивному. Да, по спортивному варианту. Спортсмены его ловили, тут и ничего. Рыбатский край. Они тоже макушатник, да? Не, они поймают, тоже нам макушатник, но это всё не работало. Я сейчас бойлой прицепил, пробую. Не, ну бойлой это да. А был какой? Запах какой? Чеснок. Клубника и монстр краптер. Угу. Вот так я экспериментально всё влезу. Кстати, у меня тоже есть гороховый и кукурудный. Надо готовить. Если вам видно, то вон там тоже сети трусят. И казалось бы, вот биосферный заповедник, да. Вот так же у нас есть под Одессой Низвестровский национальный парк, да, в котором разрешена любительская ловля, но не разрешена промышленная ловля. То есть промысловики не имеют права ловить. А здесь я вижу вроде как промышленные лодки или браконьеры так никого не боятся. Я вот не могу понять, как это вообще возможно. Чтобы в заповеднике можно было вот так вот безнаказанно ездить и ловить на лодках сетями. Так. У нас Валентин тоже распочинился, да? Давай. Килошный. Килошный. Первого нельзя выпускать? Выпускай, выпускай. Покажи свое довольное лицо. Первый и выпустил. Всё, рыбалка. Уезжаем в субботу. Можно ехать домой. В субботу уезжаем, всё. В субботу? В субботу, всё, блин, у меня рыбалки. Подожди, сейчас. Сейчас Серёжа тебя поймает рыбу. Да, Серёга? Сейчас перезаряжу. Давай. Ну, потом скажешь, что ты поймал. Да, да. Друзья мои, значит, какие наблюдения я заметил. Ну, вот я полдня уже ловлю. Вот у меня есть мотыль, опарыш, червь, горох. Вот. Прикормка с горохом. И тишина. Ни одной поклёвки нет. Даже получается так, на тонкий крючок, с тонким поводком я цепляю мотыля. И его даже не объедает никто. То есть, поднестровским меркам, вот это вот, самые вкусные варианты. Но они не работают. А макушатник работает. Интересно. Ну, как-то ещё пока не хочется переходить на макушатник. Ещё хочется поэкспериментировать. Опять-таки на макушатник, да? Ну, какой, не знаю, что это. Это Колина удочка. Отпускаем. Пока Коля не видит. Ой, какой красивый. Одна горошина и этот. И что? Треопарш. Так, экспериментально было. Ну, всё, на уху то, что надо. На уху есть. Красавчик. Поговорили мы одного карпика на 1300 грамм, да, поучаствовать в нашей ухе, да? Попробуем. Так, это кто его поймал? Серёжка. А, Серёга поймал? Серёжка, да. Опять Серёга. Серёга отличился сегодня. Молодец. Да, умеет. Слушай, да? Норковка, лук уже в казанчике. Костёрчик у нас прогорает. Это значит будет не только уха, но и шашлык. Что там морковка наша сварилась? По идее, да. О, всё отлично. Всё. Так, мяско жарится? Жарится. О! Подходы. Твои. Ну чё, ты можешь? Да, такой. Вот тоже на макуху. Вы поняли, да? Макуха сегодня рулит по полной программе. Ага. Набойл. Набойл, да? Набойл какой? Монстр краб. Набойл какой? Крабовый. Ага. И с каким там вкусом он. Слива. 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 Я слышу пищать. Я же это самое. Думал ты слышишь. Нет, пищал. Я ж тебе и ору, почему смотрю свингер туда-сюда, блин. Есть, да? Володя, что там? Зацепили, нет? Подачи кто-то взял. Атаку прям. По-моему, что-то зашел. Подгорят. А нет, на эту палку я не чувствую вообще, что там. Ты вытаскивай. Даже не знаю, есть там что-то. А там разберемся. Нет, походу, ничего. Что же, мясо у нас пожарилось быстрее. Да. Сейчас варилась уха, приходится сначала есть второе блюдо, потом первое. Там для ухи осталось еще минут 10. Валентин, как всегда вас ждем? Шашлык очень вкусный. Ну, по крайней мере, как мне показалось. Хоть и говорят, что Кулик хвалит свое болото, но тем не менее. А? Вкусно. Точно? Ну, все. Слава Богу. Намечательно. Прилагается под шашлычочек по 50 грамм. Да. Коньячочек, да? Да. Коньячочек. Пошел. Ну, что? Ну, что, что, что? Подождите, что, что, что. О, начинается. Сначала все его ждали. Пошел. Вот, возьми. Законщик. Коля, ты куда? Что? Что? Что, что? Куда ты, международный, побежал? Ну, куда? Ну, куда? Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. будем о красота Друзья, наша уха готова Так, господа, прошу всех на обед Компания «Всё для клёва» приглашает своих подписчиков канала «Всё для клёва» на обед «Всё для клёва» будет клёво, да? Да-да-да, особенно когда уха готова Валентин, уха, уха, да А уха? Уха, такую, которую вы любите Аху 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 Там есть что, есть добавочка к ухе Ага, сырожки тебе надо было посолить, я понял Я даже не пробовал, пап, вдруг А что тут соли? Нет, то у него привычка уже, наверное Такое что, я соли сам не сильно люблю Ага А сам берёт, засыпает Не сып не сильно рано А ну скажи, что там? Угу Что? Класс Да? Слава Богу Надо было насыпать Ха-ха-ха Надо было Класс А что ты засыпал силку? По духу что? А кто-то там говорил, что перцовка есть А-а-а-а-а Ну что, по духу Будям? Ну, вы все так хрупилы, хорошо Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Слышь и хорошо, умеешь контролировать. Вот такая у нас получилась уха. Довольно наваристая. Да. Ну так понятно. Сережка поймал карпа. Мы его уговорили побыть в нашей ухе. Да. Да уже согласен. Худенький, голодный. Спортсмен, что сказать. Поймал, отпустил. Был где-то на что? Макушатний? Макушатний горох. Один в один. Кило меньше. Ну что ж, традиционный вечерний шашлык. Только шашлыка сколько я сел за этот выезд еще не было, честно говоря. Уже третий раз, да, едим? Да. Ну что ж, главное, что хорошая компания, да? Еще и четвертый. Утром, обед и ужином. Да. Завтраком будем же тоже шашлык. Ну да, верно. Не, хотя... Можно разнообразить. Есть куриный. Я вообще-то взял даже овсяную кашу. Думал, может быть, кому-то овсяная каша. Ну я понял, что шашлык вкуснее. Иди сюда. Наши ребята вайбер-собществе писали, мол, типа, вы ж смотрите, едете на три дня, берите еды там на неделю. Ну, короче, и каждый взял на пятерых на неделю. Вот можно съесть только осталось. Да, там осталось... Бардак, но еще на дня три-четыре есть. Да. На дня три-четыре. Там только картошки килограмм 12 минут. Три-четыре. Кстати, у нас тут очень много пепла. Можно картошечку запечь. Так, 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 так. Ну, а червяда уже нет. Нет, ну, какой-то там. Где-то там. Да, ушел, блядь. Вот-вот. Все здесь. Будем брать. Вода мутная стала. А что нам? Что? Опа. Ох, блядь. Соль еще хороший. Да, ох. Вот и вон он не пытался на уху, ребята. Ну, ты стой. Ну, ничего. Потаскал немного. Да. От 3 на 1 отдал. Дал, чуть-чуть дал. Так. На этого червя, то, что я говорил. На черного. На черного, да. Усатый. Поводочек видишь? Да? Понял? Ну, да, выше грузила. Вот такой красавица. Небольшой, маленький. Будем отпускать. Ушел в пучину. Да. Доброе утро. Третьего дня. Чайник у нас закипает. Ветерочек такой есть. Потом прикрыли. Чтобы он закипел хорошо. Костерчик горит. Подальше поставили от растительности, от палатки, чтобы, не дай бог, не было никаких последствий. Третий день посмотреть на реку. Никого нет. Телефоны не работают. Красота. Да, Валик? Да. Что вы за рыбой приехали? Да. Ты? А что, ты не за рыбой? За трофеем. А, за трофеем. Понял. Спасибо, ребята, что привезли дрова. Посмотрите, сколько было. Вот все, что осталось. Немножко. Здоров. Все мы истопили. Конечно, взяли столько шашлыков, чтобы практически на завтрак, обед и ужин одни шашлыки. Это же не очень полезно для здоровья, честно говоря. Есть столько шашлыков. Я столько раза за год не съел, сколько съел за эти два дня. Вон, пеликаны летят. Не знаю, видите вы или нет. 5 штучек. Что касается биосферного заповедника, друзья мои. По идее, должна быть разрешена, ну, должна быть, скорее всего, разрешена любительская рыбалка. Потому что, ну, мы просто так не находились бы. Но, что касается лодок с сетями, это какой-то кошмар. Вот даже сейчас стоит вот там лодка и вытаскивает сеть. Сети, 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 сети. Я понимаю, что в Вилково может быть немного работы. Но я также понимаю, что есть, наверное, места вне этого биосферного заповедника, где можно ловить рыбу с сетями. Поэтому, если здесь, ну, скорее всего, что здесь нельзя ловить на сети, то тут серьезные, серьезнейшие упущения властей с этой точки зрения. Попустительство самого дирекции этого биосферного заповедника. Отсутствие контроля со стороны рыбоохранных патрулей. В общем, ребята, то, что я здесь вижу, такого даже у нас в Одессе нет. При всем том, сколько у нас есть браконьеров, здесь это все поставлено на широкую ногу, скажем так. Потому что сетей именно здесь, в биосферном заповеднике, повторюсь, очень много и никто ничего не боится. Друзья, была утренняя поклевочка. Даже еще кофе не успел попить. Такая хорошая. На червячка. Да, наверное, сомик. Потому что там зеленый червь, черный, камышовый. Опять же, деколера небольшой. Ну, теперь вот поклевочка. Да, все равно приятно. Что, не просто пьем кофе, а еще и карпикам. Уходим на червячка. Сейчас я-то буду брать. Подожди, подожди, не спеши. Сейчас он, хоть нет воздуха. А вот, а здесь. Красавчик. Вот такая, какой он. Красавчик. Красавчик это 11 килограмм. Не, я имею в виду красивый расцветка. В том плане, что плавники красные. Да, да, да. Красавчик в этом плане. Подсёкся хорошо. Позарился на червячка. Такой красавец. Беги, Форрест. У нас спортивная рыбалка. И сзади поцелуй карпа. С чашкой ароматного кофе. Это неповторимые ощущения. Начало сегодняшнего утра многообещающее, друзья мои. Это говорит о том, что карп хочет червя. Хочет червя. Внимание, все перенасаживаем горох на черви. Так. Небольшой. Тоже на макушатник, да? Да, макушатник с пенопластиком и горошинкой. Вот опять, ребята, сеточники приехали. Вот так каждый день, утром, вечером, проверяют сети. Так, Валентин очередной раз отречился. Красавчик. Вот такие монстры. Монстр сидел на макушатике. Захотел горошек наш. Одесский горошек, да? Да, одесскую макуху захотел. Иди. Быви. За папкой и за мамкой. Ну, у тебя еще есть где-то часа 3-4 поймать папку или мамку? Да. Смотри, опять пришли, вытягивают сети. Номера не видно. Не видно, что это уже, ребята, промысловики. Такие, которые серьезно занимаются промышленным ловом. Но все-таки мне непонятна ситуация. Возможно, мы тоже нарушаем. Находясь здесь, в биосферном заповеднике. Ну, блин. Вытаскивать сети тут, я знаю. Хороший вопрос к тем людям, которые контролируют, вернее, должны контролировать эту ситуацию. Володь, ну расскажи, как тебе впечатление о сегодняшней, вернее, о нашей трехдневной рыбалке? Клева как бы особо нет. Если есть, то мелочь до килограмма, которую мы выпускаем. По самой рыбалке, по компании, все великолепно. Весело, не скучно. Зацепов по зацепам. Зацепов много. Ласточки, ну в основном грузила. Восемь обрывов, да? Восемь, да, я насчитал. Ну, есть плюс. Налегке буду ехать домой. Минус полтора килограмма свинца. Рыбалка, компания великолепная. Рыба есть. Здесь точно есть. Большая, большая трофейная рыба. Поэтому только ради того, чтобы приехать и увидеть ее, стоит сюда ехать, правильно? Я, да, да. Я как бы весной приеду сюда еще раз обязательно. Сетями, много сетей, выбивают рыбу. Ну, только вот напротив нас постоянно тащат, тащат. Дальше. По всему Дунаю сети стоят. Заповедная зона, сети, сети, сети. Все понравилось. В плане рыбалки все великолепно. Споймал, выпустил, споймал, выпустил. Рыбалка замечательная. Несмотря на то, что клевало не очень важно, от ноля ушли. Были поклевки. Поймали пару зачетных. Так в основном мелочь. Но радует то, что, несмотря на то, что ноябрь месяц, две недели до зимы осталось, природа балует зеленой травкой, листиками на деревьях. Спали в палатках. Было совсем не холодно. Даже без спальных мешков. И самое интересное, посещал нас ночной гость. Барсучок прибегал. Бегал вокруг. Ну, мы его не видели. Мы хорошо слышали. Но он очень такой был подвижный. Мелькнул там в кустах, но не вышел. Мы оставили последнюю ночь включенным свет специально, чтобы посмотреть его. Но он почему-то испугался и не пришел. С речки не хочется уезжать. То есть, едешь с радостью. А едешь, как бы, немножко ностальгия и грусть. Может быть, это закрытие сезона. Может быть, нет. Может, мы еще выйдем куда-то. Ну, рыбалка – это жизнь. И надо этим жить, дышать, болеть. Рыбалка – это здорово. Так что, ребята, надо делать все для клевого, чтобы было клево. Спасибо. Мы вот в наш последний день уже собираем удочки. Блин, не знаю, как для кого. Для меня эта рыбалка вообще именно удачная. Я на силу поймал свою трофейную рыбу. Локация вообще классная. Люди, блин, едьте из этих городов, текайте на речку, природа. Блин, это самое оно. Погода пока радует, пока есть, что до зими час. Текайте. И закайфуйте так, как мы закайфовали от этой природы. Взагалі, по рыбалке. Рыбалка такая довольно трудовая. Было много зацепов, много меняли снастей. Вітер нам тоже подпортил рыбалку. Но мы не сдавались. Мы что-то экспериментовали, пробовали. В целом, остались довольны. И вот такая рыбалка. Как тебе компания? Компания – супер. Я очень благодарю за организацию. Я, не знаю, я с первой минуты, как я увидел, что все люди собираются на Донай. Я говорю, хочу по-любому. И дякую тебе Богу, что все вышло. Блин, организация, компания душевная. Поговорили, посмялись. Были моменты такие для смеха, конечно. Обязательно. В следующий раз буду, при всем вважении, все будут стараться идти. Люди, едьте. Это круто. Да, дякую Саше, дякую Валентину за всю организацию, за такий позитив, который они несут. И приезжайте на рыбалку. То есть ты с нами еще поедешь? Обязательно. Не только на Дунай. Короче, куда едем, туда едем. Да, только с вами. Добрый. Научу у вас трофеев ловить. А, ну все, понял. Я уже на опыте. Да, да, понял. Впечатления классные. Море позитива. Отдохнули. Шашлыки. По отдыху супер. Ребята, конечно, наготовились, наверное, тут на неделю. В принципе, и вайбер-сообществе писались. Ребята, возьмите побольше всего. Вы же там можете, сами знаете, вы как на острове. Ну, остров привидений. До три дня едешь, на неделю надо было ботиды, да? Да, да, да. Много советчиков было. Ну, в принципе, совет там послушались и все взяли. Даже сейчас стол можно даже назад везти. Что по рыбалке? Рыбалка тоже удалась. Есть трофей. Вы, наверное, уже видели. Да. Один из пятьсот. Есть карпы. Маленьких отпускали. Сомик был, да? Сомик был, да. Два килограмма с лишним. Тоже отпустили. Что еще? Ветер поменялся. Вот единственное, что ветер поменялся. Как ветер с моря дует, а здесь море рядышком. Если б туда ближе до Вилкова, то можно было бы еще ловить. Там ветер может не такую роль играть. Что ты скажешь по поводу вот этих вот сетевиков, которые ловят сетями в заповеднике биосферном. Что скажешь? У меня вообще привзятое отношение к сетям. Я считаю, должно на уровне Верховной Рады, Кабинета Министров, там принято решение по поводу коммерческой рыбалки сетяной, промысловики. Я считаю, это неправильно. А здесь в заповедной зоне тем более. Ну а что, смотри, в Молдавии запретили промышленный рулов, а браконьеры как жили, так и живут. Как ловили на сети, так и ловят. Да, что-то не то. И в Молдавии. Да? Что там было? Селиконовая кукуруза и горух. Малыш, иди. Трусел, настал момент, когда нужно сворачивать лагерь. Да. И Николай все-таки тренируется. Да. Ну давай. Покажи, как ты умеешь ее скваживать. Если нет, давай я сразу тебе покажу, как это делать. Нет, сначала завернем это все. Ага, внутрь. Так. Есть. Дальше. А дальше я знаю, что восьмерку будет. Восьмерку тройную. Макаром. Давай. Так. Так, так, так. Барабанная дробь. Так. Ага. Так. Нет. Опять нет. Нет. Давай я покажу. Давай. Давай. На. Держи. Иди сюда. Пойдя покажи. Берешь. За две, что ли? Ага. Да. Мастер-класс от Александра Третьякова. Легким движением руки. Собирается за 30 секунд. Спасибо, Александр. Пожалуйста. Обращайтесь. Лагерь уже собираем. Готовимся к финальному обеду. Сейчас дня к нам приходит лодка, забирает нас. Шашлык бомба, честно говоря. Да. Шашлык вкусный? Нет слов. Да. Сказка. Да. Просто сказка. Ну, слава богу. Ого. Вот это клюет, конечно, капитально у нас. Вот такие коряги, палки. Вытаскивайте вот сюда. В топливник это вот. Дашь вот. Вот такие вот здоровые жерди плывут. Дрова. Дрова своим входит. Да. Пусть сушится. Посушим здесь, пускай сушится. Друзья, ну, в принципе, собрали мы свои пожитки. Вот так вот. Сейчас с минуты на минуту должна прийти лодка, которая отвезет нас обратно в Вилково. Хочу лишь от себя сказать, что нам очень, очень сильно повезло. И с погодой, и с трофеем, и с такой прекрасной компанией, с которой можно было и посмеяться от души, и поесть шашлык, и классно, классно, классно провести время. Я очень рад. Очень рад такому душевному, скажем так, времяпрепровождению. И надеюсь, такие поездки у нас будут и не одна. Друзья, ну, еще раз хотел вам показать того трофея, который Сергей поймал. Это 11,5 килограмм, вот такой карпик сазан, шикарнейший, шикарнейший. В этом году рыбалку завязываю. Вот цель, цель была достигнута. Ну, видно, что ты целесуществленно шел к этой победе. Я тебя поздравляю от всей души. Ты красавчик. Спасибо вам за рыбалку, за кучу эмоций, за вот этого красавца, блин, дуже вам велико дякую, да. Видишь колокольчик в нижнем правом углу? Нажимай скорее, будешь знать, что к чему. Едем мы на Днестр, карпа лови. Постараемся сегодня вас удивить. С вечера готовлю к юшке свой котелок. Собираю с Настей, будет супер денек. Спиннинги, катушки и кормушка паук. В настроении клевом проведу я досуг. Все для клева, это клево. Реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Днестр ждет нас с тобой. Все для клева, это клево. Реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Днестр ждет нас с тобой. Вот вы смотрите видео, видео смотрите на телеканале Ютуб, все для клево, вот, если вот приезжаете вы ко мне как перевозчику и говорите, все для клево, это клево, скидочка 10%, без проблем, ребят, приезжайте, будем рады, скидочку 10% сделаем, не вопрос, номерочек ниже вы видите в описании этого дела. Друзья, вот так заканчивается наше видео, финальные кадры, мы в кругу наших друзей пьем кофе и едем в Одессу. На этом наша поездка заканчивается, спасибо, что посмотрели видео до конца, кто еще не подписался на канал «Всё для клево», обязательно подпишитесь, ставьте жирные лайки, да, и ездите с нами на такие поездки, правильно? И без нас тоже, да, главное не сидите дома, будьте на природе, с природой, чтобы у вас все получилось, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok